Приветствую, друзья! На связи снова Рашид Гарипуллин. В данном видеоролике я бы хотел вам показать результат ученика с личного наставничества. А сейчас он уже является куратором на нашем четвертом потоке по запуску бизнеса на Вайлдберсе. Зовут его Роман. И только при нашем зум-созвоне я узнал, что ему всего 27 лет, и он уже делал такие результаты. Изначальные данные у него были такие, что заказов за три месяца ему получилось сделать в размере 411 тысяч рублей примерно. Но после кропотливой плодотворной совместной работы за следующие три месяца в заказах он сделал почти 2,5 миллиона рублей. Но это были данные к 7 сентября. Но после 7 сентября прошло уже три недели. За эти три недели много чего изменилось. И цифры в личном кабинете тоже. И я попросил Романа отправить обновленные данные. И вот получились вот такие вот результаты. Буквально плюсом еще три недели. Ну а дальше он сам расскажет, как ему удалось это сделать в этом личном кабинете. Расскажет свою историю. Давайте вместе посмотрим. Добрый вечер еще раз, Роман. Как дела у вас? Как успехи? Объективно, то пока встали на планке где-то 50 тысяч в среднем. 50-60. Следующая партия товара скоро доедет? Да вроде бы за это время... Так, сейчас точно скажу. То есть новые товары были, а вот есть некоторые товары, по которым остатки обнулились. Есть некоторые товары, которые... Один товар, который хуже продаваться начал. То есть как-то это все балансируется. Вроде и новые товары приезжают, продаются. Но вот в некоторых местах тут просадка. И поэтому вроде объем товара растет, а вот выручка дневная. Вот сегодня 58 тысяч на данный момент. Понял, хорошо. Ну ничего страшного. Так, сейчас мы к этому вопросу вернемся и все карточки эти проверим. А вы не против, если вот этот видео со зоны у нас пройдет в двух частях? Так, первое это вот анкетирование, а второе как раз будем разбирать, что у нас получилось. И как дела на магазине, каждую карточку, где что улучшить, что докрутить. Хорошо? Да, 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 хорошо. Я вот тут вопросы, как обычно, подготовил. Смотрите, первый вопрос. Сколько вам лет, если не секрет, и из какого вы города? Так, 27 лет. По городу сложно сказать. Я родился рядом с Казанью, в городе Альметьевск, а сейчас в Москве. Понял, прикольно, прикольно. Я думал, вы постарше, 27 лет всего. Еще все впереди. Как давно вы узнали обо мне? И как вы вообще нашли меня в интернете? Так, так, давайте вспомним. 21 даже, наверное, год, я думаю. Да, знаете, как можно сделать? Я сейчас зайду в контакт или лучше не растягивать? У меня есть с вами переписка, где я первый раз купил чек-лист. Вот тогда я начал все это. Понял, начали изучать вообще тему, что такое. 21-й год, да, наверное. Понял, хорошо. После этого чек-листа, какие были дальнейшие действия? Получается, запустил товар в ниши, даже это не авто-ниша, как назвать, аксессуары, подарки мужчинам для автомобиля. В общем, мы их покупали в основном в празднике, 23 февраля. В 21-м году прям очень хорошо все было, так скажем. Хорошо продавалось, конкуренции мало. Да. Товары закупали где? В Китае? В садоводии и местных рынков? Нет, закупал вообще на производстве именно заготовки, вот автомобиля с маркой машины. Ну да, а дальше доделали сами. То есть закупали просто отшитое и брендировали, так скажем, автомобиль. Ну да, чуть-чуть доделали были, как вам нравится, и продавали. И у вас это все прекрасно продавалось. Потом начала появляться... Да, в 21-м году мы были, да, да, да. В 22-м году уже в сезоне, в четвертом квартале, потом в первом, помимо нас, там 10 человек появилось. Нишу сломали. Позаходили все. Это первый товар. Потом, да, да, возможно, и производители уже этих самых портфеля начали продавать. Ну, короче, там уже стало прям невыгодно. Понял, хорошо. После вот этого в 2022-м году чем занимались? Если, может, вспомните даже, я тоже вам писал. Да, ну как товары, тоже немножко опыт, все равно хоть и плохой, но в Китае, с Китаем еще в 22-м году мы не работали. Может быть, вспомните, я вам скидывал видео, станок по изготовлению всяких изделий из дерева. ЧПУ такой, да? Не вспомните. Да, 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 вот пытались продавать изделия из дерева, но как бы как это делается? Ну, тоже неправильно сделали. То есть сначала нужно было где-то, наверное, перезаказать, пощупать нишу, там пусть с нулевой маржой, а потом уже закупать оборудование. А мы, наоборот, закупили оборудование и поняли, что, в принципе, в этой нише мы тоже со своим станочком в гараже особо там не конкурируем. Ну вот такая же ситуация была у меня в Чистополе, когда он купил станок по производству перчаток, а над сбытом не поработал. То есть надо сначала товар продать, а потом уже найти производство, где его купить, как его перепродать. Сначала тестируем нишу, но это всегда так было, если будет. Сначала, вот, как говорится, с небольшими ресурсами смотрим. Даже вот сегодня, точнее, нет, вчера брат мне предлагает, а давай, говорит, бетономешалки в аренду будем сдавать. Просто я ему предложил, я говорю, тема интересная, всего 500 рублей в день можно ее снимать. Стоит вообще там по акции в Мегастрой сегодня 11,5 тысяч. Он говорит, ну смотри, 23 дня всего лишь сдать, она в ноль окупится, а еще там 20 дней, 30 дней сдавать, она уже x2 этот бюджет. Я говорю, интересно, интересно. Вот, давай, говорит, на Авито разместим рекламу, ну, то, что у нас есть эти бетономешалки, даже хотя их нет у нас. Якобы. Нишу, да, пощупаем, начнутся звонки нам идти. Я говорю, вот у тебя правильная стратегия в голове. Ты вот понял теперь, что вот надо сначала продать, а потом уже как раз таки и думать, где будет все там этой бетономешалки. Все, понял. Ну, там мы вроде бы, мы вроде бы как и смотрели, ну, нишу анализировали, но именно у нас была ошибка в том, что мы именно не были, как, даже не профессионалами, они имели опыта в самом изготовлении вещей из дерева. То есть мы думали, там, о, там, за 5 секунд сделаем. Нопичку нажал и тут пошло. Да, 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 во, 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 да. А по факту там очень много времени уходило на изготовление и было, ну, менее рентабельно, чем мы еще рассчитывали. А так, в принципе, ниша-то там, ну, имеет место быть на ВВБ. Все, понял, хорошо. И еще, значит, я в начале ноября 2022 года проводил первый пробный поток, и вы были одним из его участников. Как вы проходили эту обучающую программу? То есть у меня было такое ощущение, как будто правой пяткой левой ноги. Ну, мы проходили, обучались, да, но бюджетов на закуп не было, ну, товара с Китая. Вот как раз-таки в это время, когда я проходил поток, у нас еще, ну, мы занимались станком, производством изделий из дерева. То есть в конце, получается, 22-го, нет, в конце лета 22-го года я его продал и закупили уже первые товары с Китая. Угу, понял. Просто я помню, что что-то активности мало было от Романа во время обучения программы. Вот из-за этого и спрашиваю. А потом уже плавно перешли уже на Китай, на пробу разных ниш. Я даже, помню, делал разбор в вашей одной из карточек, которые сначала не в ту категорию разместили. Там пытались раскачать ее не в той категории, не сильно получалось. Вот потом мы поняли эту ошибку, почему это так случилось. А потом, потом вы продолжили, получается, также в этой нише уже создавать другие карточки, да, или в правильной категории. Как дальше было? Ну, то есть там было два, две карточки. Одна карточка так и не раскачалась, а вторая вот до сих пор уже больше года, прям в последнее время. Я в 23-м году почему-то, в 22-м я ее все как бы на дне чах, чах, особо эффекта не было, а вот в 23-м она вне своей категории почему-то прям себя хорошо начала чувствовать. Прикольно, прикольно. Она то есть с того времени до сих пор этот товар продается. Тоже неправильная категория, но сейчас она уже там раскачалась. Да, да, да. Ну, видимо, как раз ключевые запросы теперь уже сказываются, не только акцент на категории делает Wildberries, а на ключевые запросы. Якобы даже если не в той категории, по ключу попадает куда-то. Ну, да, видимо, да, какой-то алгоритм у них чуть-чуть поменялся, потому что вот на самом деле прям долго, там полгода, в 22-м году она прям, ну, там плохо продавалась. Ну, тысяч 15-20, может, в месяц чистыми. А вот в 23-м году прям что-то, видимо, у Wildberries какие-то алгоритмы изменились и прям нормально. Они постоянно меняются. Wildberries как живой организм. Все время вот такой вот большой котел перемешивает, перемешивает, разные там новиночки, разные какие-то эти нововведения вводят, и люди мучаются. Но зато мне это очень нравится, потому что старички, во-первых, всегда держат руку на пульсе, а не так, что, о, я понял эту жизнь, я понял этот мир, теперь как алгоритмы на вебе работают, я теперь здесь магнат. Нет, Wildberries всех так трясет, говорит, не-не-не, новичкам тоже теперь вход доступен. Запустили автоматическую рекламу, запустили там вот этот буст, там столько вот тонкостей и нюансов, что даже старички, блин, опять заново надо учиться этому. Учиться, да, да, не соскучишься и все время, ну, в принципе, как, кстати, не помню, где это я недавно видел, якобы с Wildberries, ну, у тебя постоянно идет рост, мозг как бы постоянно развивается и думает, с Азоном сравнивали, а в Азоне как раз-таки типа все уже понятно и неинтересно. Понял, ну да, появляются новые нейронные связи в голове, когда появляются новые такие палки в колеса, понял, хорошо. Ну да, постоянно что нужно. Когда услышали про наставничество, почему решили пойти ко мне? Так, во-первых, появилась возможность, нашел инвестора и уверен уже был и в своих, как бы, сильных силах, да, что вот я закупил сам, все получилось, продается, нужно просто масштабироваться. Нашел инвестора, появились бюджеты именно на личное наставничество и, ну, тут уж, ну, сравнивать уж нельзя какое-то групповое обучение и когда, ну, человек вникает, ну, человек с вашим опытом уже вникает лично в твой магазин, что, ну, эта разница в деньгах, она быстро окупится, если у тебя есть бюджеты на закуп. Ну да, кстати, я вот тоже сейчас вот вспоминаю прошлый созвон с одним из участников личного наставничества, где я дал своего посредника, который на его следующей партии товара, вот у Павла, да, сделал выгоду уже в 200 тысяч. Ну, то есть, это уже окупил, еще человек в пылисе остался, а еще и... Да, вот то, что вы нам, точнее, дали, мы на каждой партии по 100 тысяч экономим. Обалдеть, вообще красота. Хорошо. Значит, с каким запросом пришли на обучение? Какие вопросы вы хотели решить с помощью наставничества со мной тогда? Лично для меня какой-то психологический такой момент, чтобы, так скажем, ну, чувствовать поддержку именно, понимать, что если ты ошибаешься, тебя подправят, что деньги меньше, ну, получается, страх, чтобы меньше был, ну, большие бюджеты осваивать. Угу. И помню тогда переживание было и страх того, что вы остановились на какой-то одной нише и страх тестировать новые категории товаров. Вот, как раз-таки об этом, да, и говорю, что, вот, был страх неправильно там привезти товар и... Из какой-то не той категории, в которой еще не пробовали свои силы. Да, да. Все понял, хорошо. А какая была точка А на старте? Зашли с нуля или уже продавали на Вайлберсе? Ну, вы продавали. Если продавали, то примерно какая была, какой оборот, какая чистая прибыль? Так, тут сложно. То есть, я продавал... Я просто вот предыдущие скрины смотрел, там было написано, что за крайние три месяца до этих трех месяцев в заказах было около 440 тысяч рублей в заказах. Это уже я, то есть, без вас, вот, вышел, ну, примерно на 400 тысяч. За три месяца. Да, а начинал прям с нуля. То есть, сначала сам, вот, я говорю, ну, какие-то бюджеты освоил и понимаю, что уже дальше можно двигаться, но там вкладывать миллион, а не 100 тысяч уже, то есть, ну, психологически я этого не раз не делал, было страшно. Поэтому вот приняли решение, как бы, работать с вами, чтобы все было под вашим контролем. И вот, как мы, получается, закупились, ну, на миллион, так скажем, под вашим контролем, вот, начали расти там сколько? Два с половиной миллиона. Ну, да, уже за следующие три месяца в заказах. Да, да. Выкуп процент примерно считали какой в среднем? 97, сейчас я точно скажу. Я не знаю, кстати, правильно, неправильно, на Валдерисе появилась аналитика, аналитика продавца, аналитика, так, история остатков. Где-то тут был выкуп, я видел недавно. 97, вообще красота. Это как на зоне, там, 98% обычный. Ну, точно не меньше 94, вот так вот. Ну, то есть, все равно из месяца в месяц колеблется. Все, понял, вообще красота. А какая в настоящий момент, спустя три месяца, как мы уже поняли, два с половиной, вот за эти три месяца? Какой процент примерно из них чистая прибыль? Считали вот финансовые отчеты? Да, ну, вот тут как раз-таки помните, когда я считал и этот, расстроился, что мало там было. Мы разобрались, в чем причина. То есть, у нас товары, которые не зашли, съедали чуть-чуть прибыль, потому что мы их продавали либо в ноль, либо чуть-чуть в минус. А так, ну, когда потом уже, когда в следующие месяцы пересчитывали, ну, до 30%, то есть, пока вот не очень нравится, будем, ну, стремимся повысить 30%. От ликвида сейчас вы избавляетесь, да? Да, да. Ну, и сразу избавлялись, и то есть, поэтому, когда я делал расчет чистой прибыли, у меня там было мало вообще, там, в районе 10, что ли, процентов. Я думаю, блин, что такое? И вот только через пару дней вот этих, ну, раскопки до анализа я понял, в чем причина. То есть, у меня на, там, 500 продаж, 200 продаж просто сжирали всю прибыль, потому что я продавал на ликвид. Угу, понял, хорошо. Ну, сейчас вот избавимся от этого неликвида, и нужно оставить только самые ликвидные продукты, и тогда уже сами начнете видеть прям, ого, там, вот один парень, как мне говорит, тоже один из кураторов на четвертом потоке. У меня, говорит, оказывается, я неправильно читал, пересчитал правильно, у меня, говорит, 100% получается чистыми от закупа товара. За 800 рублей покупают товар, и 800 чистыми приходят. И в среднем сейчас где-то 16-20 заказов в день приходит. Вообще красота. А буквально вот с третьего потока он начинал, это был у нас когда? То ли февраль, не помню, то ли апрель. А, 28 апреля, начало мая, да. И сейчас вот первые там 300 тысяч вложил, а купил. Ну, мы с ним тоже вот как раз созвон делали, Григорий. Вот сейчас еще больше привозят, еще прям, молодец тоже. Хорошо. Так, значит, совмещаете ли бизнес на Вайлберисе с основной работой? Да, совмещаю, но не то, чтобы совмещаю, наоборот, совмещаю Вайлберис, ну, в основном работаю, как бы на основной работе и Вайлберис, ну, меньшую часть времени уделяю. Дополнительный доход, да. Ну, стараемся уж, да, чтобы одинаково хотя бы уделять. Но есть помощник, поэтому успеваем все делать. Ну, да, без помощника все сложновато было бы. У вас помощники тоже молодцы. Прям вообще рад за них. На какую сумму сделали закуп товаров в Китае во время наставничества и какое количество СКЮ? Плюс-минус читали? Примерно по СКЮ, давайте я сейчас СКЮ посчитаю. По сумме, ну, думаю, в районе 2 миллионов, 2-2,5 вот за время. Ну, сейчас еще и в остатках товара, значит, точнее, и остатки есть, и еще из Китая едет. Это вместе со следующими закупками, вы считаете? Да, то есть все закупки, которые были в течение вот этого времени, там, 4 или 5 закупок было. 11, которые вот продаются сейчас, и 1, 2, 3, 4, 5, и 5 товаров, которые мы уже отказались от них. То есть 16 товаров закупили. Угу. Вот из этих 16, получается, сколько зацепилось? 11? 11, да. Ага. И, получается, повторные заказы снова на них сделали в Китае, чтобы добавить вот дров в топку, правильно? Да, да. Хорошо. А что понравилось на наставничестве в целом? Ну, что изначально, ну, что будет на наставничестве, я, конечно, не знал, а так вот, что именно, как это назвать, ну, ваш подход к работе такой какой-то некоммерческий, не знаю, как объяснить. Вот. Сразу, как бы, понимал, ну, то, что давно с вами знаком, давно на связи, давно, ну, какие-то и продукты покупал, и вообще все равно же видишь по сторисам. Ну, какая-то чувствуется близость именно вот в каком-то... Близость по духу? ...на ментальном уровне, не знаю, как это объяснить. Да, да, да. Все, понял, хорошо. А что бы вы хотели улучшить? Чего не хватило на наставничестве? Или все хватило? Так, ну, давайте подумаем. Да, в принципе, все нормально. Если, вот, я хотел сказать обратной связи, ну, побыстрее, но потом вспомнил, что на личном наставничестве она была быстрая, потому что если раньше там вы могли два-три дня отвечать, то, ну, вот, все-таки личное наставничество, оно уже не зря личное наставничество. Ну, связь уже изменилась более, все быстро происходило. А то, ну, в плане помощи, ну, вопросов прям нету, любые вопросы, которые были, ну, разбирали, и не было такого, что что-то осталось непонятным. Все, понял, хорошо. А вспомните, пожалуйста, что не получалось и с чем были сложности? Какой был самый главный затык в процессе, вот, обучения? Ну, подбор товара. Ну, да, это вот, я помню, самый такой главный затык был, это остановились в одной категории. И только, там, перейдя через себя или взяв таблицу, которая со стороны будет смотреть, добавлять какие-то идеи, тогда только вот пошло расширение вот этого кругозора. И как раз-таки все-таки надо, наверное, попробовать на тест, это завести, и это дало свои плоды, правильно? Да, да. Я же помню, что первые две таблицы там вы говорили, ну, блин, опять все то же самое. Опять эта же категория, надо выходить из нее. Понял, хорошо. А получилось ли вам на данный момент решить те задачи, которые ставили перед собой в начале наставничества? Ну, да, вот тут даже перевыполнили, как бы, ну, с ожидания, так скажем, свои. Понял, хорошо. А сейчас вам понятен ли весь поэтапный цикл работы с китайскими товарами на маркетплейсе Wildberries? Ну, то есть, как идет подборка, как идет закуп, как это все приезжает, какие наши дальнейшие действия до получения как раз-таки первых продаж, после первых продаж, какое следующее решение мы принимаем на основе как раз-таки этого, какая обратная связь, и как мы это все делаем, масштабируем. Да, конечно. Сейчас даже пришли уже к выводу, что меньше 200-300 штук, наверное, не будем закупать, потому что вот как раз-таки я до или уже в начале самого созвона же говорил, почему мы остановились на одной вот цифре этой 60-50 тысяч. То есть, вроде товар, ну, и даже если не залетает, продается, но мы, блин, закупили 80 штук. То есть, вроде бы у нас там есть, да, сейчас 30 товаров, но 5-7 из них просто там цена завышена, потому что просто не хватает. А какие-то вообще закончились, то есть, вот приняли решение, что меньше 300 штук, ну, можно, конечно, пробовать, но... Не меньше 300. Да. Понял, хорошо. Потому что вот заказывали мы 80-120, не хватает, не успевает прийти. Не успевает не то, чтобы прийти, а успевает это распродаться, и следующая партия не успевает прийти, пока первая. В остатках надо, чтобы оставался, он обнуляется. Да, 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 я про это и говорю. То есть, не успевает прийти вторая уже до закуп, пока еще первая на дичь, то есть, обнуляется. Если закупить, ну, 200, это вот прям минимум. Минимум. Понял, хорошо. Просто вот на четвертом потоке, ребята, мне говорят, что минимальная, ну, то есть, вот планка, да, от 70 до 120 и до 150 единиц. Почему? Потому что не у всех такие большие бюджеты на тестирование. И даже вот на таких планках, вот, все равно можно делать результаты. Как с Рамилем, например, мы 100 единиц товара с ним закупили. Из них, оказывается, 90 всего нам прислали. Он только там через неделю мне это сказал, когда пересчитал нормально, хотя я ему изначально сказал, пересчитай сразу. Вот 10, завод не дадут. И эти 90... Да, это... Да, и эти 90 мы раскачали потихонечку. И сейчас, я же говорю, закупить 900 рублей товар, продажная цена была сначала 2 тысячи, потом 2 500, потом 3 тысячи. И вот сегодня я уже поставил 3 300, сейчас я 3 500 даже поставлю. Я жду, когда вторая партия, наконец, придет, потому что осталось в наличии всего 7 единиц. И еще дальше положительный отзыв. Мы еще и третью партию заказали. Ну, просто имел он ограниченный бюджет всего в кармане. Где-то 85 тысяч рублей, что ли, вот это всего ограничение. Но зато сейчас... Ну, да. Ну, лучше так. То есть, хотя бы лучше так начать, пусть у тебя будет пауза, да, чем-никак. Но вот если есть бюджеты, вот мы много теряем. То есть, я посчитал, мы вот за эту неделю, 2, иногда и 3 было такое, что мы ждали. Мы теряем очень много. Не дозарабатывайте, пока товар едет в пути. Понял, понял, хорошо. Значит, минимальный план для себя поставили для теста. Это очень даже хорошо. Имея бюджеты, да, нужно им придерживаться. А в целом, почему я спросил, понятен ли весь цикл? Вот вчера я на модуле 2, получается, на втором вебинаре на четвертом потоке рассказывал про дорожную карту всего бизнеса на Вайлбересе, чтобы у людей сложилась как раз-таки картина в голове. И вот один из комментариев был, вот теперь у меня, говорит, наконец сложилась целостная картина в голове. Как же все тут устроено? Я думаю, вот как раз вот этого не хватало, чтобы как раз у человека в голове вот эта идея и мысль появилась. Теперь он понимает, что же ему нужно делать. А то вот все в панике. Так, мне надо инфографику, мне надо себе оптимизацию, наверное. Вот это, вот это, вот это. Ой, я забыл, а теперь мне, чтобы вот такой каши не было. Вот дорожную карту сделал, и люди такие вообще кайфуют. Теперь могут распечатать, вернуться к ней в любой момент и понять. А точно, можно же сюда как раз-таки перейти, посмотреть на каком я этапе. И теперь я знаю, как двигаться дальше. Что делать. Ну да, по работе, кстати, с Китаем прям очень такой совет, прям досконально надо все проверять процентов 10-20. То есть, каждая третья поставка, она с какими-то недочетами. Косяками, да? Да, да. Понял, понял. Обязательно перепроверять, обязательно говорить об этом, потому что на этапе таможни могут быть какие-то косяки, либо на этапе там отправки с завода, потому что, может, где-то что-то не посчитали. Но вот этот же процент произошел. Недопонимание, что с завода, оказывается, не 100 единиц, а 90 отправили. Они все упаковали, как будто 100 и отправили в Россию. Это к нам пришло. Рамиль, значит, посмотрел. Такое, лежат тюками, баулами, как бы все, вроде в каждой пачке столько. И не стал пересчитывать. Целую полстины сложил этого товара. И думал, все, 100 пришло, значит, все, буду как раз их и продавать. А потом, когда первую партию упаковали на нагрузку, вторую, он начал пересчитывать остаток, такой, в смысле? А что тут не хватает? И такой, в смысле не хватает? Как так? Он говорит, я пересчитать вначале забыл. Вот, а потом, значит, я думаю, ладно, хоть проверенный посредник. Если бы был какой-нибудь другой непонятный, да, он бы сказал, эй, до свидания, либо трубку не брал, или был недоступен, или все, как бы до свидания. А здесь он заморочился, написал заводу. Мы 2-3 дня ждали ответа от завода. Они пересмотрели свои там видеозаписи камер, видимо, там или вот эту бухгалтерию. И да, оказывается, так и было, что вот в этой поставке из 190 они каким-то образом отправили. И все, сказали, в следующей партии эти 10 мы дошлем без проблем. Мы такие, о, вот это вот сервис, как говорится. Хорошо, а расскажите кратко, сейчас вы пользуетесь для работы таблицами, видеоуроками из гид-курса, чаты с коллегами, полезными контактами? Чаты, да, ну, стараюсь хотя бы раз в день заходить туда, либо раз в два дня хотя бы просто почитать, потому что вот чаты тоже недооцененная вещь. Раньше мной была в них прям вот держать руку на пульсе, как вы говорите, получается намного проще, потому что там люди вот обсуждают, что происходит, ну, прям сегодня, здесь и сейчас. В режиме онлайн почти уже. Новости, все можно там узнать. Да, да. Которые как раз-таки вот тоже сидят и продают на маркетплейсах, они просто там зашли пожаловаться, что где-то штрафы какие-то появились. А в той ситуации, которая есть, фишечки докидывают какие-то, потом нововведения. Вот я протестировал. А, вот, давайте я кейс расскажу как раз-таки с товаром, который не в той категории. А в Албереже как раз в начале 23-го года начался с СППшками играть до такой-то цены. Столько-то вот в этом чате я увидел, что изменилось условие СПП, повысил цену, а цена для клиента стала меньше, потому что я правильно, ну, вот в этот порог ценовой поставил скидку. И, то есть, у меня вместо 7% СПП стало 27. Это все, вот, я все узнал с чата, что теперь у Албережа так, ну, такие игры. Применили, применили, и тут сразу поперли продажи. Да, да, да. Да, вот как раз-таки, да, бывают такие моменты, когда у тебя стоит цена продажи 495 рублей товара, да, а у тебя СПП там 3 или 7%. А оказывается, что если поднять буквально на 6-7 рублей, там за 500 планку перевалить чуть-чуть. Да, да, да. СПП резко превращается в 23-27%, и для покупателя ваш товар становится намного вкуснее по условиям. Да, эти моменты как раз-таки у нас ребята в чате тоже постоянно обсуждают, мы тоже стараемся следить, как бы и сами, если какие-то моменты замечаем, тоже стараемся об этом писать. Вот, все хорошо, значит, вы пользуетесь и чатами, и таблицами, которые по закупу из Китая, чтобы маржинально посчитать, правильно? Ну да, таблица, которая, ну мы в наставничестве ее с вами вроде чуть-чуть поменяли, там более удобно было, но потом, кстати, я на четвертом курсе увидел, что теперь у всех такая вот с разделителем этим, ну, для глаз так удобно. На четвертом потоке, когда мы совместили две таблицы и таблицу потенциала два, теперь колонок добавил, чтобы еще было удобнее. Ну, как говорится, развиваемся, растем потихоньку. Так, хорошо, а что изменилось в вашей жизни после запуска магазина на Wildberries и в целом, ну, и крайние месяцы плотной работы? Появилось ли понимание, что данный инструмент при правильной работе может в будущем, как бы, вам быть как дополнительным источником неплохого дохода, в принципе? Ну, да, появилось, как бы, ну, не то чтобы уверенность в себе, а именно вот какое-то спокойствие, что, ну, теперь, надеюсь, ниже того, что уже есть, ну, меньше того, что уже сейчас имеем, не будет, то есть и только... Дальше только больше. Да, да, благодаря этому как-то стало спокойнее, так скажем, жить. Спокойнее на душе. Остается только масштабировать. Ну, и помимо душевного состояния за границу, вот сейчас послезавтра вылетаем первый раз. Сейчас супер. Да, кстати, Лениза мне говорила, что все, оборвали. Да. Все, поздравляю. Это хорошо отдыхать иногда, как раз-таки и надо, чтобы дальше перезагрузиться и топить. Хорошо. А в целом вы бы порекомендовали данную вот обучающую программу четвертого потока, так как сейчас тоже являетесь там куратором? Или в целом наставничество с Рашидом, своим друзьям, знакомым? Ну, кто хочет стать продавцом на Вайлберсе, к примеру? Или кто хочет там дальше какой-то стеклянный потолок пробить и расти выше? Ну, однозначно, да, как конкретизировать, сейчас подумаю. Ну, вообще изначально, когда я нашел инвестора, были там разные предложения, и он сам мониторил, типа вот, они живут, типа, больше, чем Рашид, там вот у них там столько-то, там что-то там, то вот это-то, как его зовут, и длинный, в Москве он. Друг ваш? Как, блин? Ну, не, он тоже обучает ИВБ, Озону, длинный такой, забыл я, как зовут, Меркусис, что-то такое у него называется. Меркусис? Ну, в общем, вот, и тех, и тех. Я вот прям сразу, ну, говорю же, вот, ну, говорил, что дело, типа, не в том, как они себя рекламируют, а в том, что видно, что человек с душой работает. Вот, то есть, ну, прям настаивал на вас, и то, что, ну, вообще, изначально уже давно, как бы, если бы была возможность, я бы и сам в любом случае к вам пошел. Все, понял, прекрасно. Спасибо большое за обратную связь. Приятно было слышать, что есть результаты, есть плоды и результаты совместной работы. Так, сейчас я... Так, у меня, блин, компьютер отключился, ладно, будем по телефону. Все, хорошо. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас с магазином в итоге. Ссылку можете еще раз продублировать? Все, понял, спасибо. Такие вот дела. Ладно, рад был видеть, слышать. Я тоже очень рад, что теперь у меня не все так хорошо, как я думал. Нет, нет, у вас еще все даже очень прекрасно. Просто корректируем какие-то моменты, улучшаем показатели, и дальше будет еще все лучше, дай бог. Не перегружаем себя. Все хорошо. И большой молодец. Так вот вырасти за небольшой промежуток времени, это, ну, не каждый сможет. Справились с этой задачей достаточно хорошо, и сейчас вот молодец, что помогаете на четвертом потоке новичкам. Все, спасибо большое. Все, хорошего вечера. Вот такие вот дела, друзья. Мы созванивались буквально с ним вчера, я вот только что доделал монтаж, и у меня, получается, 27 числа заканчивается набор на четвертый поток по запуску своего бизнеса на Вайлберрисе. И вот люди, которые посмотрят и решат, что да, им тоже нужно все-таки поучаствовать в четвертом потоке, уже не успевают. Из-за этого я вот после этого видеоролика решил до 28-го включительно еще дать день. Но то, чтобы люди, наконец-таки, уже могли решиться и выбрать интересующие их тарифы по ссылке в описании. Переходите, выбираете и присоединяйтесь. Там же есть и варианты рассрочки беспроцентных, как раз-таки, чтобы без переплат было. Там на 3, на 6, на 10 месяцев даже. Это, получается, всего по 3 990 в месяц. Понимаете, это тариф база. Чтобы у людей была возможность, наконец-таки, запустить свой бизнес на маркетплейсе Вайлберрисе. Чтобы у них в голове сложилась, наконец, целостная картина. И они понимали, как заказывать товары из Китая. Как выбирать высокомаржинальные. Как их привозить в Россию. Как размещать на маркетплейсах. Как их выводить в топ. И как как раз-таки получать, начать свою первую чистую прибыль. И все это зациклить таким образом, чтобы иметь дополнительный сношник дохода. Ладно, друзья, в общем, закругляемся. Впереди нас ждут большие осенние, предновогодние распродажи. Потом 23 февраля, 8 марта. В общем, полгода плотной работы. И результат не заставит себя ждать. А после 28 числа вписаться в четвертый поток уже будет невозможно. Вот такие вот дела. В общем, увидимся на следующем вебинаре. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok